Добрый день, уважаемые зрители! И снова видео о материнской плате машинист MR9S. Недавно я узнал, что появилась новая версия данной материнской платы, версия 2. И в этом видео я вместе с вами попытаюсь узнать о ее отличиях от других версий материнок. И узнать больше о ее преимуществах и возможно недостатках. К сожалению, на руках физически у меня данной материнской платы нету. Поэтому получать информацию мы будем из общедоступных источников, из интернета и в первую очередь из магазина Алиэкспресс. Я уже немножко подготовился. Вот, вбиваем MR9S в поиск. И вот Али нам выдает такой список магазинов-продавцов. Я выбираю магазин машинист official store. Я не знаю, насколько он официальный от машиниста, но лично я покупал все свои материнские платы MR9S именно в этом интернет-магазине. Это не рекомендация, просто констатация фактов. И для удобства я выберу для показа тоже его. Итак, идем дальше. Ищем фотографию. Ну, собственно говоря, вот появляется эта материнская плата. Она здесь такая под углом. Уже сразу бросается в глаза, что она отличается по дизайну. Например, вот здесь вот видно, как она выглядела раньше. Вот такой расцветки дизайна была материнская плата версия 1.0 и 1.2. Вот. Ну и дальше идут рекламные скрешотики. Вот. Значит, что здесь у нас гигабитный интернет-порт. У нас здесь 4 SATA 3 разъема. У нас PCI Express 3.0 поддержка. Причем 2 из них 16X, 2 1X и 1 4X. И причем тут даже нам сделали удобно. Многие спрашивали, где они как расположены. Так вот, видите, здесь тоже подписано. Первый самый маленький это X1. Второй X16. Третий X1. Четвертый X16. И пятый X4. Далее у нас и поддержка M.2 протокола. Значит, у нас M.2 для SSD-шек NVMe. И разъем M.2 для модуля Wi-Fi приключения. Также у нас есть разъем M.2 для приключения SSD-шек формата SATA. Далее у нас здесь DDR4 канал. Поддержка 256 гигабайт 4 канала памяти. Далее у нас охлаждение. И вот тут уже более-менее важная информация. Значит, указано, что используется аудио-чип Realtek ALC897. В версиях 1.0 использовался чип 8.8.7. А 8.9.7 немножко по характеристикам лучше, чем предыдущий. Поэтому, как бы в этой материнке Meta+. Также данный чип используется и в материнской плате 1.2 версии. И вот еще одно изменение глобальное. Это восьмифазная система питания. В предыдущих версиях она была 6-тифазная. И вот у нас тут даже зеленого отмечено, что стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дросселя питания. Вот. Ну и дальше то же самое, что было в других версиях. Кнопка питания, перезагрузка и спикер пищалка. Плюс индикатор посткодов. Вот. Идем дальше. Ну и, собственно говоря, вот уже появилась сама фотография материнской платы. Уже так она сделана как бы с оригиналом смотрится. Вот. Ну что, еще раз давайте сравним вот этот вид. И с предыдущей версии. Вот. Видите. Вот это 1.0, 1.2. Рассветка. Ну и что видно, что в принципе размер материнской платы остались те же самые. Поменялся дизайн расцветка. То есть она стала черно-серо-зеленой. И это ей пошло на пользу. Вылет она более симпатична, чем предыдущая версия. Такой черный текстолит, серые слоты, зеленые надписи и такие молнии. В общем, новая материнка выглядит классно. Далее смотрим. У нас также 8 слотов. Черные это основные, серые дополнительные. Сокет для процессора на том же самом месте. Значит, вот 5 слотов PCI-Express. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это вот 1X, это 16, это 1, это 16, это 4X. М.2 разъемы для NBM дисков и для платы Wi-Fi. Здесь М.2 для MSSD формата SATA. Здесь у нас разъемы SATA 3-4 штуки, SATA 2-2 штуки. Разъем питания материнки основной, разъем питания дополнительный. Так, значит, батарейка, спикер, кнопка включения-выключения, сброс, подключение лампочек и кнопочек, индикатор посткодов, USB 3.0, 2.0. Здесь вентиляторы подключаются дополнительно и здесь тоже USB 2.0. Внутри внешние, ну, еще там что-то. Так, вот здесь у нас чип биоса стоит. Удобно можно, если что, перепрошивать. Хотя насчет совместимости биосов пока информации нету, неизвестно. Поэтому, как бы, не рекомендую перепрошивать. Хотя, ну, если вы опытные, то можете попробовать и рассказать потом в комментариях о своем опыте. Вот здесь у нас расположен чип ALC897. Ну, по своей материнской плате 1.2 могу сказать, что качество звучания хорошее. Я никаких там нареканий сказать не могу. Как бы меня полностью устраивает. Так, что еще? Ну, вот, да, собственно говоря, подсистема питания. Вот они, 8 дросселей. А вот, видите, на предыдущей версии. Так, сейчас покажу. Вот здесь, видите, их 6 штук. То есть, изменения такие. Так, далее. Ну, вот здесь, допустим, в этом месте, на моей материнской плате пустота. Здесь я вижу конденсатор добавлен. Также, по поводу подключения кулера и процессора. Ну, на версии 1.0 разъем стоял вот здесь, вот под крышкой радиатора. В 1.2 он стоял вот напротив этих двух слотов. И вот здесь, как я понимаю, слота его вынесли левее за слоты памяти. И, ну, подключение кулера стало более удобным. И не будет мешать другим операциям. Так, что еще можно сказать по поводу Южного моста? Ну, как бы, давайте глянем. Характеристики, характеристики. Ну, они указывают, что будет стоять Б-85. Так, давайте выше пролистаем. Да, что Южный мост Б-85. Ну, а на самом деле, я думаю, что будут также и материнские платы выпускаться с серверным Южным мостом С-226. Вполне возможно, что при покупке можно пробовать уточнять у продавца. И, возможно, вам повезет и вышлют с серверным Южным мостом. И, как по мне, то предпочитаем все-таки брать именно с серверным мостом, а не с обычным дестопным. Далее, что я заметил, что, опять-таки, это новая версия материнской платы. Также имеет маркировку X99MR9S. И есть еще вторая маркировка E5MR9S. Вот, допустим, вот здесь, на старых материнках, она была двойная. И вот здесь, видите, E5MR9S. С чем это связано, я точно не знаю. У меня было предположение, что это связано с тем, какой Южный мост устанавливается на материнскую плату. Либо серверный, значит, X99, либо дестопный, значит, E5. Но мне писали в комментариях, что, как бы, немножко это не соответствует тому, что есть на самом деле. Поэтому не знаю точно. Может быть, они делаются на разных линиях. И, как бы, одни маркируются так, другие маркируются так. Также я узнал, что данная материнская плата продается на китайском рынке под другим брендом. И вот я даже вам вытянул фотографию. Вот этот бренд. Называется он, если я правильно читаю по-китайски, UCH. То есть, полный аналог, ну, выглядит, по крайней мере, на фотографии аналогично. Единственное, вот поменялись надписи. И тоже она маркируется как X99MR9S. Так. Что еще тут можно сказать? Ну, по расположению дросселя, элементов, я бы сказал, что эта материнская плата больше напоминает версию 1.2. Так. Ну, в принципе, по фотографии больше сказать нечем. Как бы, резюмируя все сказанное мной в этом видео, я бы сказал так, что, допустим, если эта материнская плата сохранила все лучшее от последней версии, допустим, 1.2, и добавила и улучшила ее, то материнская плата однозначно стоит своего внимания и стоит покупки. Она, как бы, по-моему, не хуже, а может быть, даже и лучше, чем материнские стала, чем материнские платы, там, Хуананжи, там, более дорогих версий. Вот. Поэтому, как бы, однозначно я, конечно, бы ее покупал. Покупать ли вам ее? Ну, не знаю. Как бы, ваши деньги вам выбирать. Я свое видение и свои знания вам рассказал. Вам делать выбор. На этом, пожалуй, видео заканчивается. Спасибо вам за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам всего хорошего. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.